И к новостям культуры. Эпоха Непа с колоритом Китая. В Краевом театре драмы репетирует спектакль по пьесе Булгакова «Зойкина квартира». Режиссер-постановщик Алексей Логачев на алтайской сцене он работает уже третий раз. Зрители полюбили его спектакли «Пленные духи» и «Укращение строптивой». Режиссер из Саратова не боится экспериментировать в музыке, художественном оформлении и костюмах. К примеру, все герои пьесы Шекспира выглядели как хипстеры. На них были модные очки, яркие рубашки и шарфы. Что на этот раз увидят зрителей, расскажем далее. Столы, стулья, фортепиано под необычным углом. Такая обстановка по замыслу режиссера спектакля Алексея Логачева должна рассказать о времени. 20-е годы 20 века. Неп. То же, что и в квартире происходит в жизни людей. Хочется крепко стоять на ногах и героини пьесы Булгакова. 35-летняя Зойка открывает в своей квартире швейную мастерскую и в ней устраивает дом свиданий. Все это для того, чтобы заработать денег и осуществить свою мечту – уехать во Францию. Новый спектакль о непростой жизни, но и в нем есть место юмору. Если ты начинаешь с первых же секунд зрителя атаковать, активно брать за грудки и вот ему что-то попойми, никто тебя слушать не будет. Все заградятся от тебя и не будут воспринимать то, что ты хочешь им сказать. А для того, чтобы они услышали, что ты сказать им хочешь, нужно зрительный зал подготовить. И, конечно, самый хороший способ – это юмор. А вот исполнительница главной роли Елена Адушева к своей героине относиться с юмором никак не может. Впрочем, и понять Зойку ей сложно. Почему она решила взяться за это дело? Но все равно для меня это сложно. Бесконечно с этим ложусь, с этим засыпаю, с этим встаю. Пока актеры репетируют, зрители с нетерпением ждут премьеры и покупают билеты. Для некоторых занавес немного приоткрылся. Одного героя спектакля можно было увидеть прямо за кассой. Погрузиться во времена НЭПа с китайским колоритом можно уже на этой неделе. Премьера спектакля 7, 8 и 9 апреля. Яна Аксенова, Елена Заздранных, Сергей Сидых, Роман Хайрулин. Новости.